Чтоб соловья принять достойно, с ограды я сметаю пыль. Чтоб мастеру стать чемпионом, достаточно убить ученика на камеру айфона. Приветствую вас, беценосные креветки! С вами Федорович. В комментах вы часто спрашивали и беспокоились о том, что же случилось с великим Чхарьком. Куда же он пропал? Неужто его одолел ненароком подлый ученик Серега? Но я поспешу вас успокоить и обеспокоить. Все хорошо, но не так, как кажется. Светило наших темных будней живо и продолжает освещать путь заблудшим в мире единоборств душам, показывая истину. Но ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья. Несмотря на то, что великому мастеру для тренировок выделили маленький уголок в детской комнате, да еще и набросали под ноги машинок, чтобы усложнить тренировки и работать на баланс, он продолжает делать свое дело, обучая нас необучаемому. Не нужно огорчаться, если люди вас не понимают. Нужно огорчаться, если вы не понимаете людей. Так же и великие мастера продолжают делать свое дело, несмотря на то, что какие-то бойцы их не понимают. Но наш великий грандмастер стиля змеи-орла уже показал слишком много секретных и невероятных техник. Да так много, что в мире появились мастера, способные бросить ему вызов. А, на всякий случай, оденьте шлем. Мощь мастера велика, но милосердия в его сердце больше. Несмотря на смертельный энергетический разряд в ударе, он не оставляет своих учеников умирать, а сразу спасает их силой света. Субтитры создавал DimaTorzok Воспитанный мужчина никогда не сделает замечание женщине, неправильно несущей мешок картошки. А настоящий ученик никогда не будет перечить мастеру. Наш чудотворный мастер змеи-орла сжалился над нами и показал базовые техники, которые уже помогут вам уничтожить, ну, хотя бы пять гопников. Вот так вот немножко посмотреть, вот туда и чуть-чуть вот так на стопо воткнуть, воткнуть локоть подбородок, при этом присесть, смотрели, колени, и посмотреть туда. Посмотрели? Да. Чтоб ты раз увидел, куда. Раз и сразу уходи в обратку. Смотри. О, и сразу в обратку. Только здесь ставь уже, да, смотри. О, о, вот это, смотри, что получается. Топчемся. Ей. Смотри. Сюда, 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 сюда. О, и так. О, 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 смотри-ка. О, о. Вот так. Смотри. Ага, 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 ага. Смотри. Ага, ага. Смотри. А, 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 а. Ого. Всё, о, 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 о. Понял? Что то? Ну, это ты показываешь, что ты угодно. Срываешь голову и бьешь. Простота – одно из лучших качеств человека, как и приема. Если для вас техника чхарька слишком сложная и непонятная, отработайте вот эти приемы, которая также очень эффективна. Порядок мы называем тиранией, а беспорядок – анархией. А мастер называет уединение с учеником в спальне с приглушенным светом тренировками. А если вы подумали о чем-то другом, у вас проблемы. Продолжение следует. Побороть дурные привычки можно только сегодня, не откладывая борьбу на завтра. Как и начало тренировок. А если в связи со своей малоопытностью вы подумали, что все это дичь, которая вообще не работает, очень зря. Ведь изучив пару приемчиков от великих мастеров, даже хрупкая женщина сможет одолеть здоровенного кабана мужика. Неверующие, познайте простоту истины. Как вы можете убедиться, уничтожить здоровенного мужика так же просто, как купить безопасный пирожок на вокзале. Просто нужно порхать как бабочка и жалить как оса. Ну или бежать как бегемот и бить как тюлень. Кто на видео мастер, а кто ученик, сложно понять. Ибо грациозная мадам так же строга и нерушима, как ее злостные соперники. Которым не помогает даже нож. Даже воруя, мэру города нужно уложиться в бюджет. А даже показывая технику десяткам учеников, мастеру нельзя убивать больше двух за тренировку. Даже если он размахивает саблей. Великий и нерушимый основатель системы нашел благодарных последователей в стране восходящего солнца. Ибо наши люди не осознают всю прелесть, мощь и секретность приемов, которые показывает мастер. А там, далеко за океаном, можно учить японских самураев, как правильно махать катаной. Ведь они-то этого не знали. Просто рубили головы с одного удара. А ведь можно все делать грациозно и нежно, убивая ментальное тело противника и оставляя в живых физическое. Чтобы этот поверженный недотепа смог потом стать нашим учеником. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соц. сетях. А в комментах напишите, есть ли у Учхарька шансы победить конкурентов. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала, по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал, по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы, также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движука с Федоровичем, куда я даю полезные фишки и мотивирую. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok